Салют всем зрителям канала Ювель Тригон 350L и с вами его ведущий Джай. Прежде чем начать раскрывать тему сегодняшнего ролика, я хочу рассказать запавшую мне в душу историю, которую лет пять тому назад прочитал на бескрайних аквариумных интернет-форумах, когда только-только запускал свой аквариум на 350 литров. Дело было еще в СССР. У одного мальчика заболела аквариумная рыбка. Мальчик сильно горевал и видел, что рыбке становится все хуже и она медленно умирает. Папа мальчика, желая любым образом помочь сыну через своих знакомых с большим трудом дозвонился до авторитетного по тем временам профессора, их теолога, с просьбой дать совет, как же все-таки вылечить рыбку. Профессор выслушал по телефону крик души папы и все симптомы по рыбке и коротко резюмировал. Отправить рыбку в унитаз. Эта, в общем-то, простая житейская история сильно запала мне тогда в душу. Я задавал себе вопросы, ну почему же профессор оказался столь жестоким? Почему он отказался дать совет по лечению рыбки? Ведь он же специалист по рыбам. Кто же как не он должен был помочь? Затем, спустя годы, познав на практике свой крайний, как удачный, так и крайне неудачный опыт лечения аквариумных рыб, я стал задавать себе прямо противоположные вопросы. Зачем мы, аквариумисты, вообще лечим своих заболевших рыб, когда нужно просто спустить их в унитаз? Или, конечно, что гораздо правильнее и гуманнее заморозить в морозильнике, а затем утилизировать. Мы что, все учились на ихтиопатологов или ихтиологов? Нет, у нас совсем другие профессии. Мы что, закончили ветеринарный колледж и понимаем толк в болезнях животных? Ответ снова нет. Может быть, у нас дома есть микролаборатория с микроскопом и реагентами, и мы можем точно установить возбудителя заболевания у рыбы и хотя бы поставить правильный диагноз? И в третий раз ответ твердо нет. Насколько же в этой ситуации глупо и нелепо выглядят наши попытки лечить наших же аквариумных питомцев? Когда мы серьезно заболеваем, мы идем к врачу. Когда заболевает наш пес или кот, мы идем к ветеринару. Нам и в голову не приходит заниматься их лечением самостоятельно. Почему же в случае с аквариумными рыбками мы все идем против здравого смысла и занимаемся их лечением, не имея за редким исключением ни малейшей уверенности даже в диагнозе заболевания? Терпя нередкие неудачи в лечении своих рыб, я десятки раз повторял себе фразу «прав был профессор, тысячу раз прав спустить заболевшую рыбку в унитаз к чертовой матери и не портить себе нервы». Вот самый лучший совет от всех рыбьих болезней. Точка. И тем не менее, большинство аквариумистов все равно идут по пути лечения своих заболевших рыб. По двум причинам. Первое – мы в ответственности за тех, кого приручили. Второе – у нас часто не поднимается рука спустить еще живую рыбку в унитаз. Поэтому у всех аквариумистов своя правда. И те, кто спускает заболевшую рыбу в унитаз, либо утилизирует ее, видят в этом нормальный принцип естественного отбора – выживает сильнейший. И те, кто пытается лечить рыбу, не имея точных и достоверных сведений ни о причинах, ни о диагнозе заболевания, ни о выбранной схеме лечения. Поэтому, друзья, нельзя кидать камень ни в тех, ни в других. У всех своя правда. И весьма убедительная. Итак, это я рассказал в качестве предисловия. А теперь переходим к теме нашего сегодняшнего ролика. А случилось у меня в этом сентябре вот что. У одного из моих барбусов Денисона вдруг раздуло глаз. Вот сейчас вы видите этого барбуса с распухшим левым глазом на видео. Буду условно считать его самцом, так как на 100% я не уверен, потому что половые различия у барбусов Денисона ярко не выражены. Как минимум, в специальной литературе описаны 6 причин, способных вызвать пучеглазие у рыб или, по-научному говоря, экзофталь. Первое – вирусные инфекции. Второе – бактериальная инфекция. Третье – грибковые инфекции. Четвертое – нематоды и триматоды в глазу. Пятое – авитаминоз и физиологический сбой организма. Шестое – плохие условия содержания, то есть высокие концентрации нитратов и аммиака в воде. Как рядовой аквариумист-любитель, я, понятное дело, не имею ни малейшего понятия, какая из этих шести причин стала причиной пучеглазия конкретно у этого моего барбуса Денисона. Методом исключения я предположил, что в моем случае возбудителем является бактериальная инфекция. Однако это всего лишь предположение. Кто-то из аквариумистов-акваблогеров успешно лечит пузеглазие у своих рыб с помощью метронидозола. Значит, в его случае возбудителем была грибковая инфекция. Кто-то успешно лечит пучеглазие ципрофлоксацином. Значит, в его случае возбудителем была инфекция микробного происхождения. Третье – успешно лечит экзофталем, английской солью или сульфатом магния. В этом ролике я проведу полный курс лечения пучеглазия у своего заболевшего барбуса Денисона только одним единственным препаратом – милофиксом, который является мягким антибиотиком растительного происхождения и заодно протестирую лечебный эффект милофикса в этом конкретном случае. И вот сейчас вы видите, первое, что я сделал – я отсадил больного барбуса Денисона в отсадник на 7 литров. У меня вот такой отсадник. Оборудован он фильтром обычным губчатым поролоновым, да, с аэролифтом, с помощью которого, соответственно, будет подаваться воздух в аквариум. Второе – здесь есть нагреватель, по-моему, фирмы Акваэль, и градусник для измерения температуры воды. Буду лечить я в этом отсаднике по методике, предлагаемой производителем лекарства милофикс 7 дней, внося ежедневно примерно 0,8 мл милофикса, то есть, ну, чтобы было понимание, там, 1 мл – это 20 капель милофикса, да, значит, в моем случае 16 капель милофикса. На этот отсадник в течение 7 дней без подмен воды. На 8-й день я, соответственно, подменяю воду и буду возвращать рыбку в аквариум. Итак, вот так выглядит бутылочка милофикса. Я приобрел ее в местном зоомагазине по цене 715 рублей за 237 мл, что достаточно дорого. Итак, в русском переводе инструкции здесь указано, что милофикс является полностью натуральным, безопасным средством широкого спектра действия из экстракта чайного дерева для аквариумных рыб. Сразу сделаю важную оговорку. В Россию данная компания, в России дистрибьютором данного лекарства является компания главзверторг, центр, находится она в городе Подольске, и переводчик сделал, на мой взгляд, крайне неудачный перевод с английского языка инструкции по использованию милофикса. Ну, начать хотя бы с того, что ответственно заявляю, что милофикс не содержит в своем составе экстракт чайного дерева. Он приготовляется не из экстракта чайного дерева, а он приготовляется из кайпутового масла. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть вот английский исходный текст, который заклеен вот этим переводом, мы его убираем, потому что некачественный перевод, и читаем состав, контейнс, мила-ле-ука-ойл, а именно кайпут-ойл, 1%. Друзья, кайпутовое масло и масло чайного дерева, это абсолютно разные вещи. Это, они добываются из разных деревьев. Есть отдельно кайпутовое дерево, есть отдельно чайное дерево. Вот вы видите сейчас на фотографии, они внешне отличаются, несмотря на то, что они близкие родственники, все они происходят из семейства миртовых деревьев. Итак, здесь указано, что полностью безопасное натуральное средство для лечения бактериальных инфекций у рыб. Также рекомендуется для лечения новых вселяемых рыб, для уменьшения риска вспышки заболевания. Когда его использовать? Когда добавляете новых рыб или лечите? Thin and tail rod можно перевести как плавниковая и хвостовая гниль. Это первое, для чего лечит милофикс. Далее, open red source это открытые язвы на теле. Open body wounds это открытые раны на теле. Eye cloud, ну это можно перевести как помутнение роговицы. Pop eye переводится как пучеглазие. Body slime и mouse fungus это, значит, слизь на теле и грибковое заболевание в области рта. В области рта. Так, теперь как дозировать, значит, инструкция как дозировать. Хорошо стряхните, используйте дозированный крышку на бутылке, ну, кэп-крышка, потому что она вот, она здесь уже с риф-рисками. 5 мл, 10 мл, удобно пользоваться. Соответственно, дозация идет 5 мл на каждые 38 литров воды. Нужно добавлять в аквариум. Перед тем, как добавлять, желательно убрать активированный уголь, если это возможно. Ну, имеется в виду угольную губку, да, если в вашем внутреннем или внешнем фильтре он есть. Нужно, естественно, убрать либо отключить на время лечения. Потому что уголь, понятное дело, будет снижать лечебный эффект милофикса. Далее, вносится это средство в течение 7 дней и после 7 дней нужно подменить 25% аквариумной воды, продолжать лечение, если необходимо. При добавлении новых рыб, соответственно, схема лечения 3 дня. Ну, и вот я встряхиваю это лекарство, да, перед тем, как буду вносить. Также здесь говорится в инструкции на английском языке, что он полностью безопасен для морских рыб, рифовых аквариумов, для всевозможных беспозвоночных существ. Не причиняет никакого вреда биологическому фильтру, что крайне важно, друзья. И живым аквариумным растениям. Они рекомендуют использовать, точнее говоря, выключить протеиновый скиммер и ультрафиолетовый стерилизатор в течение всего курса лечения. Ну, что я делаю? Как я вношу? Вот у меня есть такая специальная пипетка, я приобрел на Алиэкспрессе, но это не имеет значения, можно использовать обычную пипетку. Просто здесь удобно, что есть вот эти риски, да, идет 0,5 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл и так далее. Вот, в моем случае я высчитал на эти 7 литров, мне примерно нужно 0,8 мл, то есть 16 капель. Чтобы было у вас, друзья, понимание, 1 мл это 20 капель. Соответственно, ну, не ошибетесь. Есть. Сейчас буду вносить это средство. Производитель компании American Pharmaceuticals, Incorporated, это американская компания, она, и они рекомендуют вносить это средство в области, где у вас установлен, например, там помпа течения, или аэролифт, или компрессор работает, где есть сильный ток воды, чтобы это лекарство быстрее смешивалось с водой и, соответственно, быстрее перемешивалось с этой водой и разносилось по всему аквариуму или отсаднику. Ну, вот вы видите, я его вношу, образуется такая характерная пена. Про пену я скажу чуть позже, потому что пена сама по себе никакого лечебного эффекта не имеет, это всего лишь эмульгатор. Эмульгатором, согласно патенту, используется, насколько я понял, пальмоядровое масло, соответственно, он смешивается с кайпутовым маслом, чтобы лучшее кайпутовое масло связалось с водой, и вот это вот пальмовое масло имеет таким очень ярко выраженным вспенивающим эффектом, а для того же, настолько вспенивающий, что даже используется в патенте пеногаситель, то есть чересчур вспенивается, да, то есть используется еще одна, три, вторая присадка, пеногаситель. Вот, обо всем этом я расскажу чуть позже, когда буду рассказывать непросредственно про автора изобретения лекарства Милофикс. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит рыбка. Вы видите, что барбус, в принципе, достаточно спокоен. Вот, на прошлом видео вы видели, что я специально его выставил напротив аквариума, чтобы снять, чтобы рыбка быстрее успокоилась в результате, естественно, стресса, когда происходит резкая перемена среды. Вот, температура воды у меня одинаковая, что в аквариуме, что здесь в отсаднике. Начал я примерно с плюс 29, и, соответственно, чуть-чуть поднял температуру, наверное, до 30, максимум 31 градусов. Вот, большой нужды в этом нет, потому что я считаю, что здесь у меня бактериальная эффекция, не грибковая. То есть вы должны понимать, что если грибковая инфекция, то повышение температуры блокирует деление и рост грибов, да. А в случае, если это бактериальная инфекция, нет смысла повышать температуру. Вот, лучше оставить даже температуру такую, как есть. Поэтому, ну, вот у меня произошло небольшое колебание, там, в 1 градус, но не критично это. Итак, вот сейчас третий день лечения. Вы видите, что рыбка, произошло какое изменение? Глаз у рыбки, к сожалению, вот если я не ошибаюсь, я это уже вижу. К сожалению, похоже, глаз у рыбки будет потерян. Почему это произошло, мне непонятно. Почему произошло, вот, ну, знаете, такое ощущение, как будто вот глаз стерся, да. То есть, как минимум, отсутствует зрачок, отсутствует роговица. То есть, вы видите белое бельмо на глазу. Из-за чего это произошло, не знаю. Рыбка в первый день все-таки все равно стрессовала. Почему? Потому что барбус, во-первых, не любит маленького такого пространства. 7 литров, конечно, для него, для такой рыбки достаточно большой. Это маловато. Лучше лечить где-нибудь в литрах 40. Но 40 литрового отсадника у меня не было. А кроме того, друзья, самый существенный момент. Крайне невыгодно лечить милофиксом рыб в больших аквариумах. То есть, тогда вы просто теряете деньги. Ну, вот у меня был случай, когда я вылечил барбуса Денисона. Прямо в общем аквариуме, также от пучеглазия, я выявил на ранней стадии. Буквально в первый же день. Я просто вносил в общий аквариум, добавлял там, где у меня находится флейта от внешнего фильтра. И рыбка спустя 5 дней полностью вылечила. Но, друзья, я потратил вот такой же бутылек стоимостью 715 рублей на то, чтобы вылечить рыбку стоимостью максимум 500 рублей. То есть, экономически становится совершенно невыгодно лечить милофиксом в большом аквариуме рыбок. Поэтому, вот, друзья, исключительно по экономическим причинам используют такой маленький отсадник на 7 литров. Может быть, рыбка билась там о стекла или пыталась выпрыгнуть о крышку. И в результате этого как-то заделался ее глаз. Но, а может быть, просто эта сама инфекция настолько быстро развивалась, что даже при использовании милофикса все равно глаз в итоге оказался утеян. Так, друзья, это у меня 6-й день лечения. Вот я вношу дозу, еще одну дозу милофикса. Также примерно 0,8-1 мл. Если вы там ошибетесь, плюс-минус на 0,1 мл, ничего страшного абсолютно не произойдет. И, в общем-то, рыбка комфортно себя чувствует в плане того, что милофиксу она хорошо реагирует на этот продукт растительного происхождения. Сейчас у меня 7-й день лечения. И, в общем-то, пришло уже время, конец седьмого дня, я решил добавить водички. И чтобы поднять вот эту выпарившуюся за неделю часть воды в отсаднике, добавляю соответствующее количество жидкости. И, в общем-то, 8-й день я буду возвращать рыбку в аквариум. К сожалению, глаз потерян, но рыбка жива. В этом плане вот милофикс все-таки не позволил заболеванию как-то прогрессировать, перейти куда-то на внутренние органы. И я возвращаю и делаю. Первое, что я делаю, я выравниваю температуру воды. Вы видите, у меня сейчас температура воды в аквариуме где-то между 29 и 30 градусам. И вот также у меня где-то между 30 и 29 сейчас температура воды в отсаднике. Соответственно, если бы у меня была температура выше в отсаднике, я бы медленно отключил бы, естественно, нагреватель и медленно снижал бы температуру воды. Если бы я там куда-то торопился, в исключительных случаях можно доливать, соответственно, прохладную воду, чтобы снизить на 1, там, максимум 2 градуса, не более того, снизить температуру воды. В данном случае я не тороплюсь, температура воды, естественным образом, понизилась до той же температуры, что и в моем аквариуме. И я сейчас буду пересаживать эту рыбку обратно. Пересаживать я, друзья, ее буду без всяких промежуточных ванночек, это абсолютно бессмысленно в данном случае. Если там была какая-то бактерия, то, естественно, мелофикс ее убил, эту бактерию. Поэтому нет дружды через какую-то промежуточную ванночку возвращать эту рыбу. Кроме того, даже в случае промежуточной ванночки все равно, если бактерия там выжила и не убилась, то она все равно перекочует в основной аквариум и не спасет никакие промежуточные ванночки. Ну, разве что, если вы будете там еще держать отдельно рыбу, там, не знаю, в метиленовом синем, там, или в малахитовом зеленом и так далее, это, ну, это лишняя головная боль, а опять же на 100% не гарантирует, что вы чего-то там из-за цадника не зайсете в общий аквариум. Вот. Поэтому со спокойным сердцем мелофикс отработал 7 дней, любая бактерия бы за это время уже убилась, так все-таки мелофикс это растительный антибиотик на основе кайпутового масла. Вот. И, соответственно, возвращаю эту рыбку в аквариум. Да, ну и теперь хотел бы больше сказать о самом изобретателе мелофикса. Дело в том, что аквариумистика и шире рыбоводство не стоят на месте, и регулярно здесь появляются ученые-подвижники, идущие по пути не спускания заболевшей рыбой в унитаз, а изобретение для них новых лекарств и методов лечения, что в итоге облегчает бремя выбора решения лечить или не лечить и для нас, рядовых аквариумистов. Одним из таких подвижников, безусловно, является Майкл Йошпа, изобретатель популярного лекарства для рыб под названием мелофикс. Майкл, вероятно, очень скромный человек, и я с большим трудом обнаружил весьма скудную информацию о нем на просторах интернета. Вот сейчас вы видите принтскрин с его блога. Здесь написано, вероятно, самим Майклом, что он имеет докторскую степень в области фармакогнозии и медицинской химии, степень магистра в области биологии и образования. Фармакогнозия, кто не знает, я тоже, например, не знал, википедия нам все в помощь, это наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения, и продукты переработки такого сырья. Еще в 1997 году Майкл, вероятно, будучи еще сотрудником компании American Pharmaceuticals Incorporated, подал заявку в российское патентное ведомство на регистрацию изобретенного им лекарства мелофикс. Вот сейчас вы видите на сайте Роспатента указано, что Майкл является американским гражданином, а патентообладателем в настоящий момент является американская же компания Aquarium Pharmaceuticals Incorporated. Вероятно, Майкл изобрел это лекарство, будучи сотрудником, как раз работая в этой компании в 90-е годы прошлого века. Я списался с Майклом по электронной почте и через два письма на третье был просто ошеломлен, получив от него письмо на прекрасном русском языке с подписью «Михаил». Из чего я сделал приятный для всех нас, русскоязычных аквариумистов, вывод, что Майкл, как минимум, является выходцем из бывшего Советского Союза и, возможно, вообще имеет несколько гражданств. Итак, друзья, вы видели, как я с очком вернул рыбку непосредственно из отсадника для лечения в аквариум. И мы видим с вами, что рыбка достаточно бодро себя чувствует. У нее есть небольшое пятнышко на спинке, вы видели, да. Вероятно, это вот места, где она, возможно, ударялась в отсаднике о крышку или какие-то дни детали в отсаднике. Тем не менее, производители нам рекомендуют, что после того, как мы завершили лечение в отсаднике, необходимо еще хотя бы, ну, денька два, максимум три полечить рыбку в общем аквариуме для, так сказать, ну, совсем полной, ну, скажем так, снятия риска внесения, возможно, каких-то, каких-то болезнетворных бактерий, да. И вот в общий аквариум я вношу. Это, я говорю и уже повторяю, экономически невыгодно, но, тем не менее, делаю это. В данном случае, вот у меня 300 литровый, условно говоря, если за минусом, там, всяких коряг, грунта и камней и прочего, да, аквариум, внутренний фильтр, естественно, съедает место. Где-то примерно 300 литров чистой воды. И я вношу вот сюда, в зону флейта, в моем случае примерно 40 миллилитров мне понадобится, милофикса. Что я делаю? Я включаю компрессор на максимальную мощность, чтобы непосредственно создать такое завихрение воды от вот поднимающихся пузырьков, да. И, соответственно, флейта, которая качает, через которую выходит вода из внешнего фильтра у меня, внешний фильтр Эхайм, соответственно, вот в этом месте как раз происходит такой сильный ток воды. И вот в эту зону очень выгодно и хорошо вносить милофикс для того, чтобы быстрее милофикс смешался со всей остальной аквариумной водой. И, соответственно, течение бы разнесло это лекарство по всему аквариуму, да. Ну вот я показываю вам, что в мерном таким, соответственно, стаканчиком я вношу лекарство милофикс в зону флейты, в зону распыления диффузора. Есть, сразу мы с вами наблюдаем тот же самый эффект вспенивания, очень активно, все это выглядит весьма симпатично. У моего мнения, что это чистый такой маркетинговый эффект, Майкл Йошпо решил создать этот эффект вспенивания, хотя бы по той простой причине, чтобы пользователь, да, аквариумист, покупатель, потребитель, ну, как-то вообще видел, что лекарство добавлено, и что хоть какое-то изменение происходит у него на глазах. Потому что в противном случае, если бы не было вот этого пальмоядерного масла, вот этого эмульгатора, создающего эффект пены, ну, люди просто бы не понимали, вообще, что там происходит с лекарством, работает она, не работает, вообще попала она, не попала в аквариумную воду. Вот, то есть это такой вот маркетинговый эффект для того, чтобы, ну, все-таки видеть, да, что вот лекарство внесено, да, вот, естественно, никакого лекарственного эффекта оно не имеет, вот, но, тем не менее, приятно, приятно смотреть. Вот, как бы двух зайцев убил Майкл Йошпо, он и одновременно создал вот этот видимый эффект работы, да, внесения кайпутового масла, и, с другой стороны, классный вариант эмульгатора использовал, да, там, в народном рецепте Милофикса кто-то вносит соль в качестве эмульгатора, да, чтобы масло быстрее смешалось с водой, а вот Майкл, соответственно, выносит такое пальмоядерное масло. Ну, что ж, друзья, рыбка вроде бы себя чувствует хорошо, но, тем не менее, мы должны сделать, выждать хотя бы неделю, а желательно две, для того, чтобы посмотреть, что эффект необратим, что не происходит рецидивно, поэтому, друзья, контрольная съемка у меня будет по-любому через неделю, а потом через две недели. Но, друзья, произошло у меня далее вот что. А далее, как в том фильме, друзья, все пошло не по плану, все пошло не по сценарию, все пошло не так, как я себе это думал, представлял, а именно так, как это происходит в жизни, в аквариумах, в общем-то, любого аквариумиста. Произошел рецидив заболевания, не знаю, что происходит с рыбкой, ну, вот сейчас вы послушайте мой живой голос, мои эмоции. Что это было, почему такой эффект? Не могу понять вообще. Ну, куда отсади, Свет, ну, от чего лечить, если ты не знаешь, Свет, ну, это глупо, ничего не буду я делать. Нафига такое лечение, если даже не знаешь, что за диагноз? Нафиг надо. Да, вообще, без всякой логики. Выгляд нормально, Барбус, с глазом у него все нормально. Что произошло, почему такой эффект? Не могу объяснить. Ну, вот, друзья, вы слышали крик души уже моей, вот, как того папы в истории про профессора, да, и мальчика с умирающей рыбкой. Вы видите, сейчас я сам нахожусь точно в такой же ситуации, эмоции меня переполняют, я не понимаю, в чем причина, почему, что случилось с рыбкой, почему вдруг она стала валяться на грунте. И вы видите, я так эмоционально отреагировал, говорю, да куда ее там пересаживать, тут не поймешь вообще, от чего лечить надо. И это, друзья, ошибка. Вот сразу, вот прям большими крупными буквами пишу. Ошибка. В чем состоит ошибка? Друзья, несмотря на то, что вы нифига не знаете, в чем там возбудитель, почему рыбка заболел, почему происходит какой-то рецидив, первое, все равно, что вы должны сделать, отсадить рыбку, как вот правильно посоветовала моя жена. Отсадить рыбку. Нельзя давать рыбке валяться на дне. Посмотрите, вот она у меня полежала на дне, на грунте. На грунте находится куча микробов, всяких бактерий, там и хороших, и плохих. И в итоге, посмотрите, второй глаз уже тоже стал помутнение роговицы, да. То есть идет рецидив заболевания. Причина, по которой рыба вдруг резко стала валяться на грунте, повторяю, мне неизвестно. До настоящего момента я не могу это объяснить. И вот я достаточно поздно рыбку отсадил в отсадник, уже с помутнением роговицы. Похоже, это та же самая бактериальная инфекция, от которой я лечил на другом глазу рыбу. И сейчас я опять буду проводить полный курс милофикса. Подчеркиваю, никаких цифрофлоксацинов, никаких метронидозолов, никаких левомицинов и прочих человеческих антибиотиков я вносить не буду. И раз производитель сказал, что это средство годится для лечения пучеглазия, я обязан это проверить. Раз уж такое, как говорится, дело, нашла коса на камень, буду проверять. Потому что, опять же, никакой уверенности у меня в том, что там поможет другие схемы лечения у меня нет. Буду продолжать лечить милофиксом. Итак, что мы видим? Рыба лежит, ни жива, ни мертва, брюхом кверху, рядом с нагревателем. Зрелище жуткое, вообще полная жесть. Смотреть на это невозможно, друзья, слабых нервами и прочим предлагаю удалиться. Но, потому что дальше начинает совсем полная жесть. Вот, ну, что в переводе на русский язык мы сейчас видим? Мы видим, что рыбка бьется. Она полностью, на один глаз полностью ослепла. На второй она еще что-то там где-то какой-то просвет видит. И я добавил милофикс. Вы видите, вот эта пена характерная. Вот, рыбка ее колбасит. То есть, в переводе на русский она испытывает сейчас жесточайшую боль. И посмотрите, что вообще происходит с ее глазом. Давайте крупным планом посмотрим, что происходит. Вот ее переверну. И мы смотрим, что происходит. Буквально на наших глазах отслоение роговицы. Посмотрите, роговица отслаивается. То есть, воспаление настолько мощное, что вот эта болезнетворная бактерия, она влияет на глазное яблоко, на вот это стекловидное тело. Вот сейчас вы видите картинку на экране, где видно, что такое роговица, что такое хрусталик, что такое стекловидное тело. И в результате образуется вот эта жидкость, ну, по сути, по-русски говоря, гной, да, лейкоциты эти, которые начинают просто выталкивать, в данном случае выталкивать глаз. То есть, глаз полностью, по сути, его разрывает, роговица отслаивается и, возможно, произойдет вообще выпадение хрусталика. Ну, вот сейчас, забегая вперед, это как спойлер, ну, вы посмотрите все это сами. Рыба чувствует жесточайшую боль, ну, просто адская вообще. Я очередной день вношу милофикс, вообще без всякой уже надежды. У меня ощущение, что все, каюк, рыба погибнет. Вот, ну, просто, просто ад. Что тут говорить? Ужасное, ужасное зрелище. Почему? Непонятно. Я вот тут смешиваю, перемешиваю этой пипеткой, чтобы быстрее этот милофикс как-то смешался. Хотя, в принципе, это делать и не требуется. Он и так, и так смешается, потому что есть течение, есть аэролифт. В общем, занимаюсь не пойми чем. Но что делать? Ну, давайте по чесноку протестируем милофикс. Будем смотреть до последнего, как он будет работать. И вот мы с вами видим на дне вот это вот зрелище. Да, с одной стороны, захватывающий интерес, с другой стороны, жуткая. Видите, вот этот вот шарик, напоминающий такой. Друзья, это не бусинка, не жемчужинка. Это хрусталик, выпавший из глаза, из-под роговицы этого барбуса, несчастного Денисона. Теперь он полностью инвалид, вот он полностью ослеп на оба глаза. Он лишился вообще хрусталика, я даже не представляю вообще. Ну, то есть это настолько стремительно идет вот процесс заболевания вот этого микробного либо бактериального происхождения. Но это явно не грибок, да, явно какая-то инфекция, очень сильный, быстрый период у нее развития, вплоть до того, что просто поразорвало глаз, роговица отслоилась, выдавило гной, выдавило этот хрусталик. Отталкиваясь как бы от стекловидного этого тела, этого шара. И, в общем, все, хрусталик на дне. Вот. Ну, вот сейчас уже какой, по-моему, седьмой или восьмой день лечения. Рыбка более-менее успокоилась. Но она, друзья, полностью ослепла. Полностью рыба ослепла. Мне непонятно, как она будет выживать в общем аквариуме, как она будет находить еду. В общем, я считаю, что шансов у нее нет. Ну, или шансы у нее близки к абсолютному нулю. Но, тем не менее, буду снимать до последнего, вот, показывать, что вообще происходит. Для того, чтобы вы все-таки, ну, понимали, вот, самый худший вариант, что может быть, да, при пучеглазе. Да, да, рыба может лишиться глаз. Но, тем не менее, друзья, несмотря на то, что рыба лишилась обоих глаз, тем не менее, милофикс не убил рыбу, в смысле, не позволил инфекции убить рыбку. То есть, не перешло заболевание в какие-то внутренние органы, не знаю, там, в головной мозг и прочее, прочее. И вот я сейчас также с очком переношу на восьмой день рыбку обратно в аквариум. И мы будем смотреть, как же она, бедная, будет здесь вообще адаптироваться. Вот я показываю, соответственно, палочкой, показываю эту рыбку, чтобы вы ее видели. Вот только-только она вернулась, она плавает по дну, вот, либо вот становится вот так вертикально. Она сейчас еще не понимает, как сказать, плохо ориентируется, несмотря на то, что это ее родной аквариум. Она здесь выросла с малька, да, она все равно заново будет обучаться. И вот вы скажете, а как вообще рыба-то? Она же слепая. Ну, как она может вообще ориентироваться? Оказывается, друзья, у рыб есть боковая линия, да, вот в советские годы это называлось хордой. Сейчас это называют боковой линией. То есть, некое скопление нервных клеток на коже рыбы вдоль, собственно, вот этой, ну, условно говоря, вот черная боковая линия, да, есть у барбусов и милофикса с обеих сторон. Соответственно, вдоль этой линии расположены какие-то нервные клетки, которыми, собственно, рыба начинает видеть. То есть, я не знаю, за счет ли гидролокации она запускает какие-то эхо и возвращается, и она понимает расстояние до объекта. Но она может чувствовать и приближающихся рыб, и даже определять их размеры с помощью вот этой боковой линии. Пока рыбка, вот вы видите, вот в таком вертикальном состоянии, вот это первые минуты, как она вернулась после повторного лечения. Я не имею понятия, возможно, она уже завтра умрет. Но вот для меня вообще чудо, что она вообще жива до сих пор. Вот, это, конечно, чудо. Но это, безусловно, заслуга милофикса, да. То есть, милофикс, хоть он не дал возможность сохранить глаза, вот, но, тем не менее, он сохранил жизнь рыбки. Потому что без лечения, естественно, рыба бы умерла. Но это мое мнение, потому что вот так лежать кверху брюхом несколько дней, но это, конечно, бывает там один случай, там, из тысячи, когда рыба может после этого клемматься и выжить. Вот, поэтому все-таки милофикс работает, но очень странно, да. Вы скажете, нафига нужно такое лечение, если в результате оба глаза потеряны. И вы будете абсолютно правы. Но я показываю, как оно есть, да. Производитель заявил, он показывает, что можно вылечить пучеглазие у рыб. И вот вы видите, вот это вот же тоже жестокое видео. Я снимаю слив от садника, и вы видите, вот показываю этот хрусталик. Хрусталик. Я его теперь сохранил, он у меня лежит в коробочке. Хрусталик глаза Барбуса Денисона. Вот так это все и выглядит. Ну что, жесть есть жесть, но смотрим. Мы аквариумисты, нам, в общем-то, надо привыкать ко всему этому, потому что это жизнь наших питомцев. С учетом всего, что я изложил свою позицию по всему этому вопросу в начале ролика. Ну что ж, и вот сейчас я снимаю, это уже наши дни. Прошло, ну вот, несколько недель. И вы знаете, за это время рыбка не умерла. Барбус чувствует себя хорошо. Несмотря на то, что он полностью слепой. Он слепой, как поэт Гомер. И я его решил поэтому назвать Гомером. Теперь я его называю между собой. Вот в семье мы его зовем Гомером. В честь слепого древнегреческого поэта Гомера. Ух, несмотря на то, что Гомер наш полностью слеп. Он, тем не менее, вы видите, вот с грунта научился есть, в данном случае, красные червячки. Это мотыли. Он научился есть корм. Я бросаю не только мотыли. У меня и фарш от дикусов оседает на грунт. Понятное дело, что в толще воды он теперь не может хватать корм. Как вот, например, его сосед, другой Барбус Денисон, который за него переживал все это время, пока он был в отсаднике. Трогательно достаточно за ним следил. Естественно, рыбы видят друг друга прекрасно, в том числе через отсадник. Вот. И, в общем, Гомер научился есть мотыль с грунта, фарш с грунтой. И также я бросаю под вечер таблетки для санов. И он их также, эти таблетки, грызет. И, в общем-то, слава богу, благодаря этому он, естественно, выжил и будет жить. Ну, вот такое то, что я хотел вам сказать. По итогам проведенного лечения пучеглазия милофиксом, я могу отфиксировать для себя следующее. Первое. Милофикс не гарантирует 100% успешное лечение пучеглазия. Вы сами видели, что в данном случае процесс воспаления был настолько стремительным, особенно по второму глазу, что в процессе лечения рыба лишилась обоих глаз и стала полностью слепой. Второе. Милофикс не всегда способен сохранить глаз рыбе. Но, тем не менее, он сохранил рыбке жизнь, по сути, вернув ее с того света. То есть, милофикс не дает инфекции прогрессировать до летальной стадии, блокируя и купируя ее в месте воспаления. Однако, милофикс не является высокоэффективным средством для при лечении пучеглазия рыб, особенно если болезнь уже запущена, как это было в моем случае. Третье. Возможно, при таких тяжелых глазных инфекциях и при таком тяжелом протекании заболевания, как было показано в этом видео, следует применять комплексную терапию, комбинируя милофикс в связке с человеческими антибиотиками, типа цифрофлоксацина или левомецицина. И тогда результат будет более предсказуемо успешен. Но пока это лишь мое предположение, не более того. Четвертое. В прошлом у меня был случай, когда я вылечил другого барбуса Денисона от пучеглазия прямо в общем аквариум. Но в тот раз я отловил момент развития заболевания в самой начальной стадии, буквально в первые два дня. И лечение было эффективным, пучеглазие прошло за пять дней максимум. Но экономически лечение милофиксом в большом аквариуме является крайне невыгодным, при котором на лечение рыбы стоимостью в среднем 500 рублей нужно потратить примерно те же 237 мл милофикса стоимостью 715 рублей. Текущие, весьма высокие цены на милофикс в России являются, пожалуй, самым отрицательным фактором в популяризации этого полезного лекарства в России. Особенно для цели адаптации новой рыбы в аквариум после ее покупки и транспортировки. На этом разрешите мне с вами откланяться. Здоровья вам и вашим питомцам. Увидимся на канале и пока-пока.